МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. События дня. В Волгограде серьезно взялись за канализацию. Строительство новой станции на одной из самых проблемных территорий идет рекордными темпами. Пойманные с поличным распространители опаснейших синтетических наркотиков признались, сколько получали за закладки в волгоградских дворах. Пожарным и активистам ОНФ не удалось избавиться от опасений по поводу решения о ликвидации филиала пожарной части в советском районе Волгограда. Оскорбления и нападки на полицейских вылились в уголовные дела в отношении нетрезвой родственницы депутата Волгоградской областной думы и ее кузины. Сегодня в отношении жены сына депутата Волгоградской облдумы Екатерины Мурылевой возбуждено уголовное дело. Скандал с нецензурной бранью и оскорблениями правоохранителей, а также отказом от медосвидетельствования на трезвость, который госпожа Мурылева и ее сестра устроили после ДТП на улице Ордатовской, получил большой резонанс. В сеть попало видео с места происшествия. Помимо всего прочего, свидетелем поведения мамы, которая села пьяной за руль, стал внук депутата, который находился на заднем сидении автомобиля БМВ. Теперь Екатерине Мурылевой вменяется оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Аналогичное уголовное дело возбуждено в отношении ее двоюродной сестры. Пассажирка транспортного средства не осталась в стороне, не стала наблюдать за происходящим и даже не попыталась успокоить разбавшивавшуюся сестру, а наоборот активно подключилась к противоправным действиям родственницы. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Примечательно, что права у Екатерины Мурылевой пока не отобрали, поскольку мировой суд не принимал такого решения. Между тем, за 4 дня до резонансного происшествия женщина уже отказывалась от прохождения теста на трезвость, что по закону приравнивается к признаниям факта опьянения. В Волгограде задержаны закладчики сильнодействующих наркотиков. 18-летний судимый житель Омска и 24-летний уроженец Самары проживали на съемных квартирах и закладывали порции наркотиков для клиентов в волгоградских дворах. Подозреваемые прибыли в Волгоград менее месяца назад, найдя объявление о работе курьерами в сети интернет. В их функции входили задачи по расфасовке и осуществлении так называемых закладок с наркотиками. А полицейские задержали подозреваемых в момент изготовления очередной такой закладки с наркотическими веществами. Подобрал пакет. С чем? Со скоростью. Четкую скоростью. С наркотиками. Конкретно, как называется? Не знаю. Для чего подобрали с такой целью? Разложить. За это денежные средства получаете? Не знаю. Понятно. Да. Какие суммы получаете? За раскладку одного чека? С наркотических. С чем 170 рублей? Так называемый наркотик скорости, о котором говорит наркокурьер, это опаснейший амфетамин, вызывающий сильнейшую зависимость. Всего при обысках у закладчиков изъято более 200 тысяч доз. За участие в наркобизнесе молодым людям грозят длительные сроки тюремного заключения. В Волгограде не утихают споры по поводу решения о ликвидации филиала пожарной части номер 88 государственного учреждения Волгоградской области 5-й отряд противопожарной службы. Ожидается, что бороться с огнем на огромной территории советского района, включая Горную поляну и другие поселки, теперь будут отряды МЧС, которые базируются на Тулака. У пожарных такое решение высоко поставленных руководителей вызвало недоумение, ведь неизвестно, сможет ли машина МЧС до места вызова за 10 минут, как и предусмотрена инструкция, доехать. На этой неделе высота 102 вместе с представителями ОНФ и пожарными решилась на эксперимент, удастся ли успеть потушить условный пожар в поселке Майский, если выехать на вызов с пожарной части МЧС номер 4 на Тулака. Что движет теми, кто принимал решение о закрытии пожарной части, введение которой 95 объектов, а также чьи дома могут сгореть в случае пожара, если к ним не успеют, в итоговой информационной программе взгляд с высоты воскресенья 7 августа. В Нарвском массиве с Дзержинского района Волгограда ускоренными темпами идет строительство станции для приема канализационно-бытовых стоков. Многие годы во враг под названием Проломный стекали жидкие бытовые отходы из жилого комплекса, что наносило вред экологии и создавало неудобства волгоградцам. Решение проблемы уже близко. В нашей компании, в конце сессии водоснабжения, сегодня проводятся работы по ликвидации попадания неочищенных сточных вод на рельеф. И уже в сентябре здесь этого не будет. Все будет работать в общей системе канализования. Все стоки будут перекачиваться, как это делается в других местах. На объекте используются самые современные материалы, устойчивые к агрессивной среде канализационных стоков. Мощность новой станции составит 250 кубометров в час. На этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok